добрый день давайте поговорим о сравнении типов я вас крипт которые у начинающих сначала вызывают удивление сама система сравнения типов сначала вызывает удивление а потом раздражение все это происходит от банального непонимания как работает система типов при сравнении имеется мягкое сравнение которое требует приведения одного типа к другу ну во-первых стандартная ситуация с которой я своими слушателями сталкиваюсь очень часто вот такого плана например если мы сейчас запустим этот код то мы получим результат работы функции при что означает что у нас здесь этот строка отработала как труп из чего начинающий человек делает вывод что он пробует естественно сравнить эту строку непосредственно с типом со значения пулево типа true получает false удивляется после чего пробует это сравнить с false получает очередной false и впадает ступор в чем здесь проблема во-первых основная проблема в этом примере который я написал это пример не придуман мной не высосман из пальца это пример из жизни причем часто встречающийся что здесь рассматриваются две абсолютно разные вещи то есть обратите внимание что вот это и вот это это не одно и то же давайте разберемся вкратце чтобы этому не возвращаться здесь что здесь происходит в круглых скобках здесь у нас любое значение если она не является значением булева типа приводится к булеву типу а затем она сравнивается четко со значением труб то есть в реальности мы можем переписать это дело здесь вот так если мы сейчас перепишем если мы это перепишем на то здесь вот такое находится выражение то есть приводится к булеву типу а потом четко сравнивается со значением true и никак иначе и ни с чем другим здесь у нас сравнение здесь у нас сравнение при котором опять же поскольку мы видим что это мягко гибкое сравнение поскольку типы у нас слева и справа у левого и правого операнда разные то эти типы приводятся какому-то одному типу то есть один приводится к другому и и здесь для того чтобы понять почему так отработало нужно всего заучить вот несколько правил на самом деле этих правил всего ровно две штуки но если быть точно наверное две с половиной а именно правило номер один очень простое при таком мягком сравнении все приводится числу еще раз все приводится числу исходя из этого нужно просто помнить как и что приводится к числу то есть на самом деле на самом деле если мы давайте если кто подзабыли что у нас будет результатом приведения числу например такой строки то результатом у нас будет значение числовое значение но и надо а если мы приведем числу значение true то у нас будет единица то есть вот это вот это выражение она у нас преобразуется вот такое здесь очень просто но то номер специальное значение она не равно никому в том числе и себе в результате чего конечно же мы получаем полс сам фолс вот в этой ситуации преобразуется в приводится числу ноль то есть следующее наше выражение выглядит вот так и совершенно справедливо совершенно справедливо мы видим что это полс таким образом мы можем тестировать что угодно и на что угодно например строк строка 1 строка 1 при сравнении с числом 1 понятно будет труд но и при сравнении с труд она тоже будет труд потому что в этом случае строке строка 1 приведется к числу 1 номер а true приведется опять же к числу 1 и это выражение абсолютно то же самое что и это выражение никаких проблем в этом нет все приводится к числу это момент номер 1 в данный момент мы посмотрели понятно что если у нас в выражении находится число оно ни к чему не приводится потому что она берется как в данный момент мы посмотрели как приводится друг другу три наших примитивных типа а именно намбер стринг и буллин есть я надеюсь никаких проблем нет однако у нас есть еще ряд типов все остальные типы это объект что с ним например попробуем тоже стандартная вещь например берем массив который является объектом пустым предположим и сравниваем с true получаем false берем массив с одним элементом значение которого единица получаем true берем массив например вот такого плана получаем false как здесь происходит сравнение здесь ситуация следую если у нас под рукой объект найти то первое что происходит первое что происходит это у всех объектов есть встроенный метод который называется value of поэтому сначала вызывается метод value of и мы смотрим что вернуло если метод value of возвращает примитив то есть строку число или булифтим то далее мы переходим к пункту 1 то есть приводим его к числу если это не число так это 2 1 ну вот если value of не вернул число примитив извините да то тогда вызывается метод стройный toString ну метод toString он должен если конечно никто своими ручонками шаловливыми его не поломал то он конечно должен вернуть примитив строку которая опять же согласно всем правилам приводит нас к пункту 1 пункту 1 вот исходя из этого мы можем увидеть что например value of value of нашего массива не вернула примитив тогда мы переходим к toString как видим toString у нас вернул пустую строку правильно да вот отсюда у нас и результат пустая строка опять же да если мы ее сейчас протестируем пустая строка у нас дала 0 соответственно 0 и 1 они между собой не равны теперь пробуем массив вот такого плана опять же value of нам не возвращает примитив мы мы пробуем toString и видим что нам вернулась строка 1 соответственно строка 1 приводится к числу 1 true приводится к числу 1 и мы получаем вполне себе ожидаемое значение вполне себе ожидаемое значение здесь есть на самом деле одно исключение я исключением без исключений нельзя одним исключением является объект date объекты например если мы сейчас попробуем у объекта date посмотрите например new date сделать вот так вот вот таким вот образом и сравнить вот с таким же взять value of например да это вот вот так как видите вернулось число как видите вернулось число вот тем не менее тем не менее объекта date чуть-чуть задом наперед поэтому если у нас один из операндов сравниваемых является объектом date то там происходит все наоборот изначально изначально у него вызывается метод toString который понятно возвращает примитив то есть до value of там не доходит а обратите внимание что toString он вернет абсолютно другую строку вот такого плана и понятно что если мы попытаемся например new date сравнить вот с этим числом то у нас будет false у нас ничего не выйдет потому что toString вызовется раньше и вернется примитив в виде вот такой строки но это у нас когда исключение вот такой обратите внимание набор нехитрых правил которые опять же несложно запомнить и теперь зная их и понимая как работает система сравнения типов в javascript я надеюсь это не будет вызывать удивление ну и тем более не будет вызывать раздражение спасибо за внимание до новых встреч 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 до новых встреч